Матка питал на первенца, пособие 10 тысяч в месяц по уходу за ребенком, помощь в погашении ипотеки. Все, чтобы люди не боялись рожать детей. А уже бесстрашным, многодетным сделали пособие на каждого последующего новорожденного. Все эти новшества вступят в силу в этом году. Мы этому факту очень рады. Он расширяет число получателей в регионе порядка на 20%. И нужно сказать, что восторжествовала такая социальная справедливость, когда в семье рождается двойня, третий-четвертый ребенок, то, соответственно, назначалось ранее только на третьего ребенка, а сейчас мы назначаем на четвертого, пятого и последующих детей. Несмотря на нацпроекты, в стране высок процент абортов, отказников и разводов. Их профилактикой занимаются кризисные психологи. Они выезжают к беременным и родившим, консультируют молодых мам в сложных ситуациях. В 70% случаев женщина оставляет ребенка, несмотря на трудности. Это может быть как и материальная, как и жилищная ситуация. И также, в первую очередь, это неготовность женщины. Сейчас, в данный момент, стать матерью. И воспитывать, и нести ответственность еще за маленького живого ребеночка. Психологи говорят, что помимо материальной поддержки, нужно ввести обязательное половое и ценностное воспитание, чтобы семьи рожали не из-за пособий, а осознанно. Но это гипотетические планы. Пока соцработники пытаются справиться с наплывом заявок и мониторингом нуждающихся детей, взрослых, пожилых и инвалидов. И мы понимаем, масштабы нуждаемости и масштабы наших рук сегодня не совпадают. Поэтому мы сегодня воспользуемся ресурсами и женской общественной палаты, и волонтеров серебряного и молодого возраста. И понимаем, что сырое НКО, о которых я буду дальше говорить, это однозначный ресурс, который нужно развивать, потому что нам, нашими штатными силами, точно с этой задачей не справиться. В этом году в планах Минсосзащиты реализовать больше 25 миллиардов рублей. Их распределят на все пособия и программы, такие, например, как доступная среда или долгосрочный патронаж пожилых. Деньги выделены из краевого и федерального бюджета. Главные задачи масштабны – снижение смертности и бедности, и повышение рождаемости. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком.